Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем очередную свияжскую сказку, которая называется «Крепкие швартовы». Швартовы — это такие канаты, которыми лодки привязывают к или к берегу. Швартуют. Раньше Свияжский остров по всей Волге плавал. Он тогда и Свияжском-то не назывался, а просто остров. Отчалит в Рыбинске, где-нибудь в Верховьях Волжских, и пойдет себе вниз по Волге-матушке, мимо Нижнего Новгорода, мимо Казань-города и так до самой Астрахани. У больших городов остановку делали, запасы пополнить, себя показать и людей посмотреть. Народу тогда на острове немного было. Поэтому, если кто хотел поселиться, начальник острова вместе со сходом землю выделял, указывал место, где дом поставить можно, где сад-огород разбить. Так и заполнялся остров народом потихоньку. И вот как-то раз остановился остров в устье реки Свияги, где она в Волгу впадает. Места красивые. С одной стороны гора высокая, на ней Слободы две, Петропавловская и Введенская. С другой заливные луга, перелесочки, поля зеленые. Глаз не оторвать, как хорошо. Кинули якоря, на стоянку встали на пару дней. А жил у нас тогда один парень. Места новые, дело молодое. Пошел вечером на танцы в Введенку. Заходит клуб, смотрит. В уголочке девушка стоит скромно. Юбка у нее синяя, как небо лазоревое. Блузочка расшитая мелко белее облако. Ну и сама чудо как хороша. Подошел, пригласил на танец. Да так весь вечер с нею танцевал. А в перерывах беседовали. И на второй вечер то же самое повторилось. А на третий день закрученился. Остров-то, как плытью и готовят. Стал думать, как бы ему не расставаться-то с возлюбленной своей. А друзья у него были отчаянные. И вот удумали, что. Договорились они с лесником из Исакова. Купили у него несколько подвод с дубовыми бревнами. Раньше лесу-то в наших краях много было. И как только стемнело, потихоньку, таясь, бревна затесали, как колья, топорами. И остров-то, ко дну свияги реки, приколотили накрика. Землицей присыпали сверху и спать разошлись. С утра команда к отплытию. Остров торг-торг дернулся и не с места. Никто ничего понять не может. Собрали сход, стали думать, что же делать-то. Одна баба заголосила. За грехи, мол, за наши наказали нас силы небесные. Не ходить нам по Волге-матушке. Ну, она, понятно, рыбой торговала Астраханской. Разволновалась, что без дохода останется. Но кто просудительнее, так сказали. Места здесь загляденье просто. По всей Волге поищи, не найдешь. И горы тебе, и долины, и три речки разом. Волга, свияга и щука-река маленькая. Рыбы полно, народ хороший окрест. Не остаться ли здесь, раз такое дело? На том сход и порешил. А остров назвали Свияжском. Он ведь на реке Свияги встал. В том году археологи в Свияжск приехали. Копали много у нас. Наткнулись на те бревна в земле в районе пристани. Гадали-гадали, понять не могут, что это. Наши-то знают, ходят, ухмыляются. Но вот какая легенда есть еще. Говорят, что команду-то ведь к отплытию никто не отменял. И если сгниют когда-нибудь те бревна или ослабеют, сдвинется тогда наш остров со всеми домами, да со всем народом и пойдет вниз по Волге, мимо Казани, мимо Самары, мимо Астрахани, до самого Дохвалынского моря. А где по новой причалит, то нам неведомо. А я вот думаю, а может он не на бревнах, а на любви человеческой стоит держится? Как начнут люди ссориться да ругаться, перестанут прощать друг дружку, тут уж никакие бревна не удержат, даже самые крепкие. Спасибо за внимание. С вами был Артем Силкин. Свияжские сказки.